Здравствуйте, Марина! Это еще и ваш вопрос, и вам же я отвечаю дальше. Можно ли молиться о людях, стоять в проломе, если сам не свободен? У меня фобия движения в транспорте, в любом это мешает жить, а я знаю, что я ходатай. Помолитесь, пожалуйста, о моей свободе. Спасибо. Марина, дело в том, что здесь нужна не молитва только, а ваше решение освободиться от зависимости, подобного связанного со страхами. В рубрике «Помощь для вас» у нас есть пункты или уроки, как освободиться от страха. Поэтому, если вы сами можете, просмотрев эти уроки, пройти по этим шагам, то вы и будете молиться и получать от Бога конкретные рекомендации, что делать дальше. Если вам нужна помощь, найдите таких людей рядом с вами, кто бы мог помочь вам избавиться от страха. Конечно, вы правильно говорите о призвании, оно все равно уже кричит, оно внутри вас, оно вписано. Но есть ограничители. И служить Богу, людям, оставаясь сами в рабстве, будете получать удары. Поэтому вам необходимо и служить, и получить свободу. А жить в рабстве и служить – это опасно, потому что вы будете постоянно чувствовать на своей жизни последствия этого. Поэтому да поможет вам Господь как можно быстрее со всем этим разобраться. У страха есть основания, есть причина. И, как правило, это уходит в детство. Чтобы Господь вам показал или юность, или детство, когда это произошло. И разрядить этот аккумулятор – это возможно с ним. Когда он придет в эту ситуацию, и вы увидите, как он это сделает. Благословляю вас, Марина. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok